Всем привет! Меня зовут Стасия Иванова и вы находитесь на канале Бисероплетение. В сегодняшнем мастер-классе мы будем делать ананасы. Ребята, поддержите это видео, поставьте ему лайк, подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик для получения уведомлений о новых видео. В сегодняшнем мастер-классе мы будем подробно разбирать, как сделать вот такой вот классный пучок для ананаса и сам ананас. Что для этого понадобится? Смотри далее. Для того, чтобы сделать вот такой вот клевый ананас, нам понадобится бисер номер 10 цветов. Зеленый, золотой и желтый. А также проволока сечением 0,3 мм. Приступим к мастер-классу. Берем проволоку сечением 0,3 мм, длиной 70 см и набираем на нее 9 зеленых бусин. И вот мы набрали с вами 9 бусинок на проволочку. Сейчас я буду показывать, как делать сверху пучок зелени на ананасе. И теперь передвигаем все 9 бусинок на середину проволоки. Вот таким образом. И плетем. Берем конец проволоки с любой стороны. Схема такая. Отодвигаем крайнюю зеленую бусинку. И через 2 вот этих пропускаем проволочку насквозь. Вот так. Это для того, чтобы сделать пик. Теперь сравниваем 2 конца проволоки вместе. И затягиваем все вот так. После того, как вы все затянете, у нас должен получиться вот такой вот пик. Смотрите внимательно, как получилось. Далее мы набираем с вами бусинки на ту проволочку, на которой у нас ничего нет. То есть на эту. В количестве 5 зеленых бусин. Набрали и отправляем эти бусинки к нашему плетению. Вот таким образом. И берем конец проволоки, на которой мы только что набирали с вами 5 зеленых бусин. И пропускаем его через крайнюю зеленую бусинку соседней проволочки. Вот так. И придвигаем весь ряд сюда к нашему пучку и вытягиваем конец проволоки. Следите внимательно, чтобы не было никаких перекрутов, никаких заломов, чтобы у нас в дальнейшем с вами не сломался ананасик. Очень аккуратно. И вот такой вот первый пучок у нас получился. Далее мы с вами на любую из проволочек набираем снова 9 зеленых бусинок. И вот мы весь ряд с вами придвинулись. Смотрите внимательно. Берем конец этой же проволоки, на которую мы набирали бусины. И плетем так. Отодвигаем одну бусинку от самого края. И через две пропускаем проволочку насквозь. Вот так. Чуть-чуть вытягиваю. И смотрите. Нужно придвинуть все бусинки плотно к первому лепесточку. Держать пальцами и вытягивать конец проволоки. Вот так. Я надеюсь, что у вас все получилось. Смотрите, как должно выглядеть все. И теперь на эту же проволочку мы набираем с вами 5 зеленых бусин. Набрали и отправляем к плетению. И это выглядит все вот так. И теперь концом этой же проволоки повторяем технику, как мы делали до этого. То есть пропускаем проволоку через самую первую бусинку, вот здесь, вот эту, которая у самого основания нашего лепесточка. Избегайте перекрута и заломов проволоки. Вот так должно это выглядеть. И потом вытягиваем просто конец проволоки и затягиваем плетение. И вот такой вот лепесточек второй у нас с вами получился. Далее делаем третий лепесток. Берем проволоку с этой же стороны, где мы и плели. И набираем на нее 6 зеленых бусинок. Набрали и отправляем эти бусинки к плетению. Должно получиться вот так. И далее плетем аналогичным способом. Отодвигаем одну крайнюю бусинку, потом еще две. И через них мы пропускаем конец этой же проволоки, на которую мы набирали с вами 6 бусинок. Вот так. И придвигаем все бусинки к нашему плетению плотненько. Держим пальцами и вытягиваем конец проволоки. И вот мы с вами почти сделали третий пучок. Далее на эту же проволоку мы набираем две зеленые бусинки. Набрали и отправляем к плетению. Вот так. И теперь повторяем технику плетения. Снова берем эту же проволочку и пропускаем ее через первую бусинку у самого основания. Вот таким образом. И далее вытягиваем конец проволоки и затягиваем пучок. И вот с одной стороны мы с вами уже сделали лепестки. Теперь берем проволоку с другой стороны и набираем на нее 9 зеленых бусин. Набрали и отправляем к плетению. И снова повторяем технику плетения, которую мы с вами уже делали. Отодвигаем одну крайнюю бусинку и через две пропускаем проволочку. Вот так. Придвигаем весь ряд плотно, держим пальцами и вытягиваем конец проволоки. Вот так это выглядит. И далее набираем на эту же проволочку 5 зеленых бусин. Набрали и отправляем эти бусинки к плетению. Теперь мы снова повторяем технику плетения, как мы делали до этого. Пропускаем конец проволоки через первую бусинку у основания. Вот так. И держим пальцами наше изделие и вытягиваем конец проволоки. И вот мы уже сделали с вами четвертый листочек. Сейчас мы будем делать пятый листочек. Берем проволочку с этой же стороны, где мы только что плели. И набираем 6 зеленых бусинок. Набрали бусинки и отправляем к плетению. И снова повторяем технику. Отодвигаем одну крайнюю бусинку и через две пропускаем конец этой же проволоки. Вот так. Придвигаем весь ряд плотно к нашему плетению, держим пальцами и затягиваем конец проволоки. Итак, нужно завершить плетение нашего пучка. Для этого на эту же проволоку набираем две зеленые бусинки. Набрали и отправляем к плетению. Вот таким образом. И далее повторяем технику. Пропускаем конец проволоки через бусинку у основания. Вот так. И затягиваем конец проволоки. Следите, чтобы не было замломов и перекрутов. И вот такой пучок у нас с вами получился. Далее мы приступаем к плетению самого ананасика. Для этого набираем первый ряд. Он состоит из трех желтых бусинок. Набрали. И сейчас я вам покажу технику параллельного плетения. Смотрите, на одной проволочке у нас с вами бусинки. На второй проволоке у нас ничего нет. И концом второй проволоки мы проходим крест-накрест насквозь все три бусинки. Вот так. И теперь затягиваем концы проволоки. Таким образом, чтобы этот ряд наш ушел к пучку ананасика. И вот так классно у нас с вами должно получиться. Я надеюсь, что у вас все получается. Оставьте, пожалуйста, комментарий, все ли понятно, все ли удобно. Продолжаем плести дальше. Набираем второй ряд. Он состоит из пяти желтых бусин. Набрали. И снова повторяем технику параллельного плетения. На одной проволочке у нас с вами бусинки. На второй проволочке у нас ничего нет. И пропускаем вторую проволочку через весь ряд, насквозь, через наши пять желтых бусинок. Вот таким образом. И теперь затягиваем концы проволоки. Вот так. Далее набираем третий ряд. Он состоит из двух желтых, одной золотой, двух желтых, одной золотой и двух желтых бусин. Набрали. И снова переплетаем и затягиваем. Далее набираем четвертый ряд. Он состоит из одной желтой, одной золотой, двух желтых, одной золотой, двух желтых, одной золотой и одной желтой бусины. Набрали четвертый ряд. Переплетаем его и затягиваем к плетению. Как здорово у нас с вами получается. Далее набираем пятый ряд. Он состоит из двух желтых, одной золотой, трех желтых, одной золотой и двух желтых бусин. Переплетаем и затягиваем Набираем шестой ряд Он состоит из 1 желтой, 1 золотой, 2 желтых, 1 золотой, 2 желтых, 1 золотой и 1 желтой бусины Переплетаем и затягиваем Далее набираем седьмой ряд Он состоит из 2 желтых, 1 золотой, 2 желтых, 1 золотой и 2 желтых бусин Переплетаем и затягиваем И набираем финальный восьмой ряд. Он состоит из шести желтых бусин. Набрали, переплетаем и затягиваем. Вот такой ананасик у нас с вами получился. Теперь нам необходимо закрепить проволоку. Для этого берем проволоку с любой стороны и пропускаем ее через боковые швы. Вот так. Раз. И затягиваем. Потом выше. И затягиваем. И еще выше. И лишнюю проволоку отрезаем ножницами. Далее делаем то же самое с другой стороны. Вот так. И затягиваем. И снова затягиваем. И виток еще выше. И лишнюю проволоку отрезаем ножницами. И вот такой клевый ананасик у нас с вами получился. Я надеюсь, что мастер-класс вам понравился. Мне безумно нравятся эти ананасы, если честно. Вот. Поддержи это видео лайком. Подписывайтесь на канал. И жмите на колокольчик для получения уведомлений о новых видео. С вами была Стасия Иванова. Творческих успехов вам и вдохновения. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok